Продолжение следует... 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 Соответственно, можно в PHP-юнит, который как раз мы используем для запуска наших тестов, передавать этот ключ в PassCoverage, и он будет проверять все пути выполнения функции. Казалось бы, это именно то, что нам нужно. Все ответит, PassCoverage ответит на наш вопрос, качественно ли мы проверяем наш код. Однако, после того, как мы попробовали запустить наши тесты с этим ключом, мы наткнулись на то, что время требуется просто колоссальное. То есть у нас в тесты запускается где-то за 3-4 минуты, но если добавить ключ в PassCoverage, то это уже 24 часа и больше, и мы даже не могли дождаться окончания этих прогонов. Так использовать PassCoverage невозможно. Мы писали вопрос на Stack Overflow, и авторы нам ответили, что да, так и должно быть. На слайде, там, где подтверждено авторами, это ссылка на Stack Overflow, когда вы получите доступ к презентации, вы можете перейти по ней и посмотреть, что уже ответили авторы. Были варианты, как бы можно запустить PassCoverage отдельно от pull request по команде, либо же ночью запустить тест из PassCoverage, но для нас это не подходит, потому что мы все-таки хотим проверять каждый наш pull request до того, как он попадет к нашим клиентам. Соответственно, мы стали думать, что же нам может подойти еще. И ответом на этот вопрос было мутационное тестирование. В чем оно заключается? Давайте представим, что ваш код – это вино. А ваши тесты – это дегустатор. Дегустатор пробует вино, говорит, оно хорошее, либо говорит, что нет, что-то как-то с вашим вином не так. Так вот, если мы хотим каким-то образом проверить этого дегустатора, как хорошо он дегустирует наше вино, мы можем каким-то образом испортить вино, добавить соль, либо что-то еще, и предложить это вино дегустатору. Если он попробует его и скажет, что с этим вином все в порядке, можете пить, а мы знаем, что мы его испортили, то кажется, нам с таким дегустатором не по пути. Так вот, принцип мутационного тестирования именно такой. Мутационное тестирование вносит некоторые изменения в наш код. В данном случае у нас есть некоторый метод, в котором есть оператор «больше». Он меняется на оператора «больше» либо «равно». И запускается тест, который проверяет эту строчку кода. И если тест по каким-то причинам не выполнился, то считается, что мы поймали этого мутанта, то есть мы изменили код, это мутант. Мы отловили этого мутанта, и значит, тест хороший. Но если после изменения кода тест продолжает выполняться, как и прежде, значит, этот тест не покрывает все сценарии работы этого метода. Небезызвестный канал про ПХП-разработку. Вы могли уже с ним сталкиваться сегодня и даже с автором этого канала. Перед тем, как мы начали готовиться к этому докладу, мы опубликовали такой опрос, в котором попытались узнать, много ли вообще разработчиков используют мутационное тестирование. Не просто используют, о нем даже слышали не все, а уж используют в своих рабочих проектах буквально единицы. Но в своем докладе я не буду погружаться в особенности мутационного тестирования, я больше расскажу о том, как мы его у себя внедряли. А познакомиться с мутационным тестированием можно по приведенным на слайде ссылкам. Первая из них – это страница на гитхабе библиотеки Infection. Библиотека Infection позволяет как раз заниматься мутационным тестированием на ПХП. Альтернатив ее на самом деле нет. Была до какого-то времени еще одна библиотека, но они сами сказали, что, ребят, мы все, используйте Infection. Дальше идут две ссылки на доклады. Первая из них – это доклад Макса Рафалка. Это автор Infection, и он очень хорошо рассказывает в своем докладе о мутационном тестировании, как работает Infection. А вторая – это ссылка на доклад ребят из Баду. Они пробовали внедрить у себя Infection, но в силу различных внутренних причин у них это не получилось. Они изобрели свое мутационное тестирование у себя, но они позаимствовали мутационное тестирование из мутационные операторы, из Infection. Прежде чем продолжить, хотелось бы ответить на вопрос, а кому, в принципе, может быть полезно мутационное тестирование? Допустим, у вас вообще нет тестов. Зачем оно вам? Но если вы все-таки хотите писать автотесты, то смело можете перед этим внедрять к себе Infection, поскольку он поможет сразу писать тесты на хорошем уровне. Вы будете тестировать какой-то участок кода, Infection будет говорить, что все, здесь ты все протестировал, можешь идти дальше. Если у вас много сложной логики, расчетов, либо ваше приложение каким-то образом связано с деньгами, используйте Infection, потому что он поможет вам отыскать все подводные камни, какие-то особые случаи, которые вы не протестировали. А это в таких местах очень важно. И если у вас много тестов, высокий код каверидж, вам наверняка будет интересно, не тестируете ли вы какие-то простые базовые сценарии. Мы как раз относимся к последней категории, нам это интересно. Мы были не первые, кто попытался внедрить Infection. В нашей компании было несколько примеров, один из них завершился удачно. Ребята внедрили Infection достаточно быстро, запустили его на всем проекте, посмотрели на результаты, добавили какие-то тесты, какие-то тесты исправили. Но были и неудачи. На большом проекте Infection запустить не удалось, просто не дождались его результатов, потому что ему нужно сгенерировать слишком много изменений в коде. А в другом проекте было очень мало тестов, и ребята подумали, что у нас нет тестов, зачем нам Infection? А теперь о том, как же Infection внедряли мы. Мы настроили Infection. На странице Infection очень хорошая инструкция о том, как можно настроить его, как запускать. Мы все это сделали и попробовали запустить его на всем нашем проекте. Не получилось, потому что, опять же, нужно сгенерировать слишком много мутантов, много изменений в коде. Но, к счастью, Infection позволяет запускать прогоны на определенных файлах. На слайде представлены команды Infection. Первые две требуют рядом установленного гита. Они идентичны и запускаются они на всех измененных файлах, либо добавленных. Последняя просто принимает список файлов вашего проекта. Мы ее как раз использовали. Мы сами отфильтровывали файлы, по которым хотим запускать Infection, и передавали его в эту утилиту. Мы все настроили, все работает. Теперь нам нужно каким-то образом останавливать наши сборки, если в них недостаточно тестов. То же самое, как с код каверджем. Мы выставляем какой-то порог минимальный, и если в отдельном полу-реквесте этот порог становится меньше, мы останавливаем сборку и говорим программист, ну-ка иди пиши тесты. Здесь нам нужно то же самое. К счастью, у Infection есть свои характеристики, которые позволяют нам это делать. Первая из них это Mutation Score Indicator. Он показывает, сколько всего было обнаружено мутантов относительно общего числа всех мутантов. То есть, допустим, мы поправили какой-то файл. В нем сгенерировалось 100 мутантов. Мы в наших тестах отловили 90. MSI будет равен 90%. Кстати, здесь стоит отметить, что если вы в большом десятитысячном файле, грубо говоря, поменяли одну строчку, Infection будет смотреть на весь файл и будет выдавать в своих результатах мутации по всему файлу. То есть, если на вашу строчку измененного кода попадает только 5 мутаций, то вы в логе увидите 100 мутаций, которые попадают на весь файл. Это его особенность. Я к ней еще вернусь. О, слайд убежал. Поскольку мы внедряем Infection уже на этапе, когда наше приложение достаточно большое, у нас большое количество тестов, мы решили немножко схитрить и воспользоваться более мягкой характеристикой. Это covered code MSI. Она не учитывает места, которые не покрыты тестом. То есть, представьте себе ситуацию. Вы правите баг. MSI говорит, на тебе 100 мутантов, иди исправляй. Ты смотришь, а на них просто нет тестов. А ты маленький баг исправил. Ты же не пойдешь исправлять все эти тесты, чтобы повысить MSI. Нет, мы здесь решили, что мы сначала попробуем Infection, и уже потом будем подобно заниматься. Поэтому мы выбрали сначала covered code MSI. Мы не смотрим на места, которые не покрыты тестом. Да, они у нас есть. Ну, ладно. Переживем. После нескольких прогонов мы решили, что мы выставим этот MSI на значение 55%. То есть, минимум 55% в covered code MSI у нас должен быть. Чуть позднее мы поставили его на 65%. Все, Infection мы добавили, сборки падают. Однако, как нам вообще отслеживать, в каком направлении мы движемся? Мы решили, что будем присылать статистику, которую генерирует Infection, в наше сообщение в Slack, с которым у нас интеграция, о успешных сборках. Вот так это выглядит. Мы выводим MSI и другие характеристики. А еще мы выводим лог. Тот самый, про который я говорил, который генерируется на всем измененном файле, даже если вы изменили в нем одну строчку. С таким логом работать, честно говоря, неудобно. То есть, тебе нужно найти в нем, где же мутанты, которые относятся к твоему pull request. Что мы решили сделать? Мы в нашем приложении для CI добавили фильтрацию мутантов. И теперь мы в нашем приложении сами просматриваем, попал мутант на измененную строчку кода или нет. Если он попал, мы формируем сообщение в pull request. Сообщение это блокирующее. То есть, разработчик не может замерзить свой pull request, пока не исправит эту проблему. Здесь, кстати, на слайде представлен очень хороший пример мутанта. Мы здесь изменили вызов метода, принесли один метод из модели в сервис, и Infection просто взял и удалил вызов этого метода. То есть, в наших тестах мы даже не проверяли, что этот метод вызывается. Мы что-то проверяли, и нам было неважно, вызывается он или нет. Infection это обнаружил и сказал, иди, пиши тесты. После того, как мы начали фильтровать мутантов, мы решили, что, а почему бы нам самим не считать статистику? Ведь мы можем определить, сколько всего мутантов было сгенерировано, и они относятся к конкретному pull request. А давайте мы будем на основе формул, которые есть на странице Infection, сами считать эти статистики и ориентироваться уже на них, а не на тот MSI, который генерирует Infection на основе всех сгенерированных мутантов, которые даже не относятся к pull request. Мы это сделали, и теперь мы выставили MSI, а нам сейчас интересен MSI, в значении 85%. MSI нам интересен, потому что мы написали код и не протестировали его. То есть мы какие-то части тестировали, но у нас остались непокрытые тестами места, и они новые. Нет, мы должны их сразу покрывать тестами. Откладывать это на потом мы не будем. В какое-то время, пожив с Infection, мы сформулировали некоторые минусы этой библиотеки. Они незначительные, но все-таки о них хотелось бы рассказать. Первое, конечно же, невозможно запустить Infection на всем проект, если это уже проект средних размеров. Про крупные даже и думать нечего. Однако Infection может запускаться на нескольких файлах, что очень удобно в рамках конкретных pull request. Некоторые мутанты у Infection бесполезны в некоторых случаях. Сейчас объясню, почему. У нас используется фреймворк Laravel, и в нем есть своя магия. Вы можете методы контроллеров в Laravel писать как с модификатором видимости public, так и с protected. Infection это не нравится. Он говорит, смотри, я поменял область видимости с public на protected, и твой код продолжает работать. Это как вообще? Ты на PHP пишешь? Мы посмотрели на это и решили, что такие мутации нам не нужны. К счастью, Infection позволяет исключать некоторые файлы, некоторые методы из генерации мутантов, что мы и сделали. Кстати говоря, благодаря этим мутациям мы обнаружили, что еще и в моделях тот же самый принцип, и мы строже теперь подходим к тому, чтобы писать protected методы внутри модели. Они, опять же, доступны из всего проекта, хотя protected. Некоторые мутанты эквивалентны. То есть если у вас есть какое-то логическое выражение, условное выражение, то на такое место может быть генерировано 10-15 мутантов. Ты смотришь свой pull request, и у тебя просто однотипные мутанты в списке сообщений, и ты понимаешь, что ты не протестировал это условие. Да, все эти мутанты несколько отличаются друг от друга, но они про одно и то же. Иногда на такое смотреть неудобно. С этим, к сожалению, ничего уже нельзя поделать. Но, тем не менее, есть и другая сторона. Ты можешь быть уверен, что ты протестировал все сценарии работы этого условного выражения. А infection все равно говорит, что слушай, у тебя тут еще есть несколько мест, которые ты не проверил. Можно взглянуть на эти сообщения и понять, что мне не нужно вот это условие, которое я здесь добавил. Со мной такое было, я это прочувствовал на себе, и взглянув на мутаторов, которые сгенерировал infection, я поменял свое условное выражение, упростил его. Таким образом, infection помог мне не просто с тестами, но еще и с кодом. По результатам внедрения можно сказать, что с infection работать очень удобно. Он у нас запускается на каждом pull request, который связан с бэкэндом. Мы самостоятельно считаем статистику на основе отфильтрованных мутантов, а не используем ту, которую минирует infection. Мы публикуем в наших pull request сообщения о мутантах, которые не были обнаружены. И программисту не нужно не преподлагать каких-то усилий, искать эти мутанты, а он просто видит этот список и начинает по нему идти и исправлять, писать тесты, либо их переписывать. А время, которое требуется для запуска мутационных тестов, совсем не критичное для наших pull request. Плюс три минуты не страшно. Наши впечатления от использования infection, они сплошь положительные. Самый неожиданный, можно сказать, опыт использования, это то, что на код-ревью мы уже практически не смотрим на тесты. Мы полагаемся на infection. Он с этим отлично справляется, и мы уже больше концентрируемся на бизнес-логике во время код-ревью, и тесты смотрим, может быть, так в качестве исключения. Infection заставляет нас писать много тестов. Мы покрываем весь новый код тестами, а места, где сложная логика, они протестированы сейчас лучше. Также из интересного, во время рефакторинга infection помогает находить непротестированные места, которые у нас оказывается есть, несмотря на то, что код-каверси 90%. У меня был пример, когда я правил один баг, я переименовал метод, и infection обнаружил все места, где этот метод вызывается, и говорит, смотри, где-то в половине из них ты даже не тестируешь вызов этого метода. Иди протестирай. И пока я тестировал, я нашел еще несколько багов. Это, кстати, еще о том, что infection в том числе помогает улучшить качество вашего кода. А теперь давайте представим, что мы руководители команды разработки. И перед нами стоит вопрос, а надо ли вам писать автотесты? Многие скажут, что, ну, у меня есть клиенты, они протестируют. У кого-то большие команды тестировщиков. Мы же отвечаем на этот вопрос у себя в команде таким образом, что мы будем писать автотесты. И, если честно, у меня нет ответа на вот этот вопрос. Сколько же infection дал нам в деньгах? Но я могу сказать так, что infection гарантирует нам, что наши усилия, наши вложения, наше время, а время деньги в написание тестов, оно эффективно. Я могу сказать, что оно эффективно на 100%. Это можно как минимум подтвердить тем, что с тех пор, как мы внедрили infection, практически ни один pull request, который связан с пакентом, не обходится без сообщений от infection. Infection нам понравился, и мы сформулировали для себя некоторые планы, как бы мы хотели продолжить с ним работать. И первое, что нам пришло в голову, мы бы хотели использовать свои кастомные мутаторы. У нас есть какие-то свои внутренние вещи, которые специфичны для нас, и мы бы хотели, чтобы infection в том числе менял и их. Например, у нас есть enam, в зависимости от которых в разных местах нашего кода разная логика, разное поведение. И было бы неплохо, если бы infection заменял значение enam на другие и проверял, что мы покрываем в наших тестах эти случаи. К сожалению, в infection нет такой возможности, поэтому мы сами ее разработали и открыли pull request в infection. сейчас он находится на стадии обсуждения с Максом Рафалко. Что же еще нужно сделать внутри библиотеки, чтобы этот pull request завершить? Кстати говоря, если вы были на предыдущем докладе про модули, там как раз проблема в infection в этом. Там используются php-доки, и они помечают классы, которые отвечают за изменения кода. Они помечены как внутренние, без использования вот этих вот всех наворотов kphp. И как раз вот эту часть нужно переписать, чтобы раскрыть эти мутационные операторы наружу, чтобы их можно было использовать. Теперь немножко не по теме нашей конференции, но об этом хочется сказать. Infection нам понравился, мутационные тесты это круто, и мы хотели бы их использовать еще и на фронте у себя. Для этого есть страйкер. Очень ждем, когда же наконец-то сможем попробовать и его. Подавляя итоги, можно сказать, что мы абсолютно довольны тем, что внедрили infection. Мы считаем, что это правильное решение. Опять же из-за того, что infection постоянно генерирует нам сообщение о том, что какие-то места не протестированы, и мы пишем эти тесты. И таким образом, если сравнивать до и после, сейчас мы пишем тесты больше, покрываем больше сценариев. Внедрить infection несложно. Это не какие-то особые технологии. Все это хорошо описано на документации infection. Даже если у вас нет тестов, ничего страшного, если у вас есть желание писать автотесты, внедряйте infection даже перед тем, как вы начали писать тесты. Когда вы будете писать тесты, он будет вам реально помогать. А когда уже у вас есть тесты, проверяйте ваши тесты infection. Infection может выполняться быстро, несмотря на то, что на самом деле он проводит колоссальную работу, чтобы проанализировать код. Но если делать это как раз в рамках pull requests, либо какие-то отдельные модули своего проекта проверять на покрытие тестами, он может выполняться быстро и быстро давать результат. Что касается того, что infection эффективен, и возвращаясь к тому вопросу, хорошо ли мы пишем тесты, infection помогает нам с ответом на этот вопрос. Без него мы бы писали тесты хуже. Infection контролирует нас и заставляет писать и тесты лучше, а порой и делать наш код тоже лучше. За что infection большое спасибо. А вам спасибо за то, что пришли и послушали мой доклад. Буду рад ответить на ваши вопросы. Так, не знаю, в курсе ли ты, у нас правила такие, что ты выбираешь автора самого интересного вопроса, и этот автор получает приз. И я вам тоже, собственно, напоминаю, поднимайте свои руки и к вам приду с микрофона. Спасибо за доклад. Скажите, пожалуйста, почему infection не смог разобраться с вашим проектом в начале старта, когда вы его натравили на весь ваш проект? И есть ли какие-либо решения, например, распараллелить его там или еще что-то? Спасибо. Он справился, но это было очень долго. Да, спасибо за вопрос. То есть, опять же, это не внедрить для каждой сборки. То есть, если время… Я не помню точно, сколько времени выполняется он на весь проект, но это требует как минимум несколько часов. Дожидаться несколько часов на каждый прогон сборки на PHP, ну, такое. Поэтому мы и решили, что мы будем смотреть именно на те файлы, которые были изменены, и запускать infection именно на них. Но если хочется именно оценить свой проект на то, какой MSI, как хорошо вы тестируете, можно запустить и единоразово на всем большом проекте. Он, в принципе, справится. Спасибо. Спасибо за доклад. Можно такой вопрос? А почему выбрали MSI 85%? Да, хороший вопрос. Часто так бывает, что когда вы правите баг какой-то, вы меняете одну строчку кода, и она покрывается, ну, тремя тестами. Четырьмя. Генерируется маленькое количество мутантов, и получается так, что 85 – это, допустим, пять мутантов было сгенерировано. Нет, больше. Допустим, 9 из 10 мутантов мы убиваем. Хотя бы так. Иначе получится, что часто придется во время сбора отключать мутационное тестирование, у нас есть такая возможность, чтобы как раз вот такие вот маленькие pull-request'ы проходили. Чтобы таким не заниматься, как раз и 85% в принципе помогает. Ну, у нас часто бывает ситуация, что как раз 100 из 100 и прям смотришь и не нарадуешься. Так, вопрос вот там еще есть. Здравствуйте. Меня Владимир зовут. И комплей IT компания. Вы упоминали, что проблема с большими проектами, где большое количество строк кода, внедрения именно мутационного тестирования в этих проектах. У меня вот по этому поводу вопрос. Возможно, просто у вас архитектурный монолит. А если выбрать архитектуру там проекта как микросервисы и именно каждый свой микросервис мутировать, упростит, возможно ли, что это упростит и ускорит как бы сборку проектов, тестирование проектов? Вот таким вот образом. Да, если для каждого микросервиса своя отдельная сборка. Да, у нас монолит, поэтому и проект большой получается, и инфекшн сложно все разом запустить. Но если действительно проект разбит на микросервисы, можно в каждый из них добавить инфекшн, и это поможет на всем проекте запускать. Да. Спасибо. Спасибо. Принеслав, здравствуйте. Спасибо за доклад. А что такое большой проект? Это сколько строк кода примерно? Это первый вопрос, я потом второй. Поближе микрофон, пожалуйста. Я услышал, для меня мой проект, на котором я работаю, мы считаем, что он средних размеров, а вот проект на миллион строк кода кажется уже достаточно крупным. Да, это жесть. Ну, если он написан в начале нулевых и живет до сих пор, то ничего удивительного. Смотри, проект, предположим, на 50 тысяч строк кода. Покрытие тестами процентов 70. Я хочу попробовать инфекшн. Мне вообще стоит или мне лучше улучшить покрытие тестами сначала? Как бы ты подошел, короче, к этому? Вот у тебя проект, еще раз, 50 тысяч строк кода, это покрытие 70% тестами, код коверич. Внедряй и даже не задумывайся о том, чтобы не внедрять. Там, где уже есть тесты в каком-то количестве, пусть лучше будет инфекшн, он поможет. Потому что раз вы пишете тесты, инфекшн будет помогать писать их лучше. Не важно, сколько их. Да, вы выставите очень маленький MSI, если вы, например, запускаете на весь проект, если он небольшой, но вы выставите MSI маленьким. Постепенно он будет расти. Хорошо. И еще один вопрос. Я тебе не дам оттуда уйти. Смотри, предположим, я использую некий сторонний пакет и обновил его. То есть у меня строчки кода вообще не изменилось ни одной. Как мне перезапустить мутационное тестирование? Потому что в теории логика могла измениться немного. Ну, то есть ты же запускаешь только на измененный код, получается, я правильно понял? Ну, у нас в принципе смотрится… У нас есть проект в одном репозитории, и там, где если что-то поменялось внутри бэкэнда, запускается мутационное тестирование. А, ну ладно, ладно. Тогда у меня все. Спасибо за это. Спасибо. Я тебе напоминаю, тебе надо помнить вопросы, чтобы выбрать автора самого лучшего вопроса. Есть еще вопросы? Что ж, твои шансы запомнить все вопросы резко выросли. Тебе нужно выбрать автора лучшего вопроса, чтобы он получил подарок от нас. Я бы отдал победу вопрос про микросервис. Вопрос про микросервис. Поднимите руку. Дайте, пожалуйста, подарок тому человеку. А я вручу тебе небольшой презент от нас за твой контент. Спасибо тебе большое. Подавайся еще. Выступай, будем рады тебя видеть. Это был Санислав Пажов. Давайте поаплодируем ему. И мы расходимся на большой перерыв, и скоро будем продолжать, и будет финальный доклад сегодняшнего дня. Всем спасибо.